Приветствую всех участников нашего вебинара. В первую очередь хочу сказать, что я очень рада за вас всех. Рада, что когда-то вы приняли решение присоединиться к проекту, строить свой бизнес, много зарабатывать и при этом иметь время на жизнь, семью, детей, время на себя, на свои хобби, увлечения. Это очень важно. Это очень важно для нас всех, правда? Кто хочет много зарабатывать и иметь время свободное, поставьте, пожалуйста, плюсики. Посмотрим, для скольких из нас это важно. Отлично, нас много. Но хочу сказать, что наверняка, начав обучаться и работать, вы заметили, что вы ничего не успеваете, что не получается совместить построение бизнеса, вместить его в свой привычный график, что ваш бизнес не совмещается с детьми и домашними делами или с основной работой, а в голове и в жизни полный хаос, и дела толком не делаются ни в бизнесе, ни дома. Кто столкнулся с такой проблемой? Так вот, чтобы навести порядок в этом хаосе, чтобы успешно развивать свой бизнес и успевать делать остальные дела, которые у нас никуда не делись, есть такая волшебная вещь, как тайм-менеджмент. Вот, собственно, сегодня мы о нем и поговорим. Всем знакомо, как утекает наше время, да? Вот утром вроде бы встали, умылись весь день впереди, пока домашние дела сделали, с ребенком позанимались, кушать приготовили, там посуду помыли, вот уже и день прошел. Вот, а или кто, например, на работу ходит на основную, да, то там тоже пока суета, то все, вечером домашние дела тоже у нас никуда не деваются, и ужин надо приготовить, и детьми позаниматься, спать их уложить, про ужин не забыть. Знакомо? Я думаю, что всем это знакомо. И так у нас не только день за днем пролетают, но и год за годом. Вот, поэтому нужно время беречь, каждую минуточку. Время нужно эффективно использовать. Но для этого нужно делать над собой усилия. Вот, анекдот мне этот нравится. Подскажите, что по тайм-менеджменту можно почитать Евгений Шварц «Сказка о потерянном времени». Вот, то есть время мы с вами, конечно же, терять не хотим. Время – это вообще главная ценность 21 века, да. У нас постоянно множество дел, жизнь так очень быстро бежит, мы ничего не успеваем. Вот, но будучи родителями, вы наверняка замечали, что раньше, вот мы в детстве, да, были благодарны родителям просто за то, что нам есть где жить, есть что кушать, что нас одевают, дают нам образование, да. А сейчас у детей наших другие требования. Вот, ну и хочу сказать, что, в принципе, это, наверное, не вина этого поколения, вот, что детки, например, могут обижаться, если у них там нет своей комнаты, если им не покупают там телефон или планшет, который они хотят, если у родителей нет возможности дать им хорошее образование. Вот, ну это все происходит, потому что дети, на самом деле, они видят, что у родителей есть возможность зарабатывать, если они захотят, но, к сожалению, не каждый хочет воспользоваться этой возможностью. Раньше родители у нас получали определенное образование, да, и выше головы, к сожалению, прыгнуть не могли. То есть, если работали где-то на заводе, там, в больнице, в школе, да, то уже нельзя было особо сменить свою сферу деятельности, начать вдруг зарабатывать больше. Вот, раньше нельзя было пойти работать, например, там, в престижную клинику или в какую-то частную школу, заниматься репетиторством, да, чтобы больше зарабатывать. Вот, а сейчас у родителей есть все возможности. И наши дети знают об этом, видя, что у одноклассника такая же обычная мама, чем-то таким занимается, да, что приносит ей очень хороший доход. Вот, что у папы друга, например, свой бизнес, и друг имеет все, что пожелает, что у него крутой телефон, велосипед. Поэтому в нынешнее время зависит, ну, по большей части зависит от родителей, хотят они хорошо зарабатывать, или их все устраивает в их жизни, и не к чему стремиться. Вот, и не забывайте о том, что дети тоже, они же у нас учатся, как им жить дальше, да, плыть по течению, перебиваясь от зарплаты к зарплате, находясь в постоянном поиске работы, или взять жизнь в свои руки и обеспечивать себя, свою семью, иметь все, что нужно, и ни в чем не отказывать себе, своим детям, да. Не видно меня, или все-таки видно? Ну, все хорошо, тогда кому не видно, перезайдите, пожалуйста. Вот, кто начинает свой бизнес в сетевом, да, большинство из тех, кто начинает свой бизнес, не находят, к сожалению, поддержку в семье. Ну, например, муж там ворчит, да, что жена его занимается ерундой, сидит в компьютере целыми днями, да, ему это не нравится. Родители, например, говорят о том, что вы там полезли или что-то непонятное, лучше бы занялись серьезной работой. Вот, а кому-то, наоборот, мужья помогают, ну, или хотя бы не мешают. Задумайтесь, что может помочь вашим близким отнестись спокойно или даже с интересом к тому, чем вы занимаетесь. Вообще, это происходит тогда, когда вы даете человеку какую-то надежду, да, надежду на лучшее будущее. Поэтому прежде, чем вы начнете здесь зарабатывать, прежде, чем вы начнете тратить время, по сути, семейное, да, время, значит, на обучение, да, прежде, чем начнете ходить на вебинары, рекрутировать и так далее, поговорите сначала со своими близкими. Поговорите о том, о чем они мечтают. Ну да, надо все и сразу. Вот, порассуждайте с ними, какова вообще вероятность приобрести, например, квартиру, о которой вы мечтаете, или купить машину, о которой вы мечтаете, отдать ребенка в престижный садик, в престижную школу, посмотреть мир, показать его детям. Вот, насколько вообще все это реально и когда вы сможете себе это позволить, вот, поговорите на эту тему. Обратите внимание на то, как живут ваши родители, достаточно ли вы им помогаете, или нужны деньги на хорошее лечение и поддержку, а вам их недостаточно, да. Вот, наверняка в этот момент вы увидите безнадежность в глазах супруга. Ну, не стоит в этот момент дальше давить на больную мозоль, а лучше через некоторое время вернуться к этому разговору и поговорить о том, что вы нашли возможность осуществить ваши совместные мечты. Вот, и сказать, что если ты будешь мне помогать, или хотя бы не будешь мешать, то я попробую это сделать. Вот, конечно же, мы не можем вам сказать, да, что мы не будем тратить на это время, или что не будет никаких уложений. Обратите внимание на то, что вы получите в этот момент и ваши первые возражения. Вот, и это очень важные возражения, вам нужно уметь все подробно объяснить вашему супругу, он должен понимать все эти ваши работы, для того, чтобы не возникало у него каких-то сомнений, да, чтобы он был в теме того вообще, чем вы занимаетесь. У наших супругов на самом деле очень важная роль. Они защитники своей семьи и заботятся о том, чтобы мы там случайно куда-то не влезли, да, во что-то не то. Поэтому очень важно дать им максимально подробную информацию. Вот, такая же роль и у супруг, конечно, наших мужчин, но мужчины гораздо менее импульсивны, чем женщины, да, и прежде чем заняться каким-то делом, все-таки сначала тщательно все взвешивают. Вот, что же касается вложений, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, вот, но у нас вложение времени в первую очередь, и без этих вложений никак. Любой предприниматель это знает и понимает. Вот, ведь мы пришли вообще в этот бизнес без каких-то специальных знаний, да, без умения работать с возражениями, и мы этому учимся. И на все это, естественно, нужно время. Вот, приглашение, общение, это тоже все время. И чем больше в этот бизнес вкладывается времени, особенно на первых порах, тем быстрее он развивается, тем быстрее вы начинаете зарабатывать. Вот, ситуации в семье, конечно, разные бывают, но все равно необходимо найти мотивацию. И супруг ваш, возможно, присоединится к вам позже, тогда, когда вы покажете ему результат. Тогда тем более нужно как можно быстрее этого результата достичь. Вот, если говорить о тайм-менеджменте, то это целая наука. И, конечно же, за время, которое нам тут выделено, о ней полностью не рассказать. Вот, но есть некоторые техники и навыки, которые позволяют очень эффективно использовать время. И самое главное, его находить. Вам ведь часто встречаются люди, которые говорят, что у меня нет времени, да, вот вроде я все хочу, 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 да, хочу работать, хочу во всем разобраться, хочу зарабатывать, да, хочу строить свой бизнес, но у меня нет времени, потому что у меня основная работа, у меня семья, у меня дети, там, я учусь на каких-нибудь курсах и так далее, да. Особенно с новичками очень часто мы сталкиваемся с этой проблемой. Так вот, одна из техник, самая простая и эффективная, это сделать фотографию своего рабочего дня, да, своего времени. Вот, самое простое, это расписать его по часам. Сколько времени вы встаете, да, во сколько вы встаете, сколько времени у вас отнимают сборы на работу, вот, сколько времени вы собираете детей, сколько у вас отнимает дорога на работу, ну, там, соответственно, да, сколько у вас времени уходит на то, на все, сколько занимает дорога домой, ну и так далее. Вот здесь подробнее распишите утро и вечер. Это очень важно. А также, если есть обед, то и этот час тоже распишите. Вот почему это важно? Потому что в это время происходит вообще самая большая потеря времени утром и вечером. Вроде бы мы занимаемся мужем, семьей, но в реальности очень часто это время уходит у нас на то, чтобы дождаться утром, например, перед выходом из дома ребенка, пока он собирается. Или вечером, например, посмотреть телевизор перед сном. Во время обеда, на который нам дается час обычно, вряд ли каждый человек весь этот час тратит на то, чтобы покушать. Обычно, ну, уходит на него, не знаю, ну, полчаса, а не больше. Остальное время, по сути, отдается нам на то, чтобы отдохнуть. Вот. И всегда можно найти минут 15-20 в это время, которые можно использовать с пользой. Вот. Есть такая вещь, как 15-минутные блоки, которые позволяют использовать время эффективно. Я чуть позже еще на них остановлюсь. Вот. Фишки, которые есть для экономии времени. Для того, чтобы это время не терять, они очень интересно называются, чтобы вы это название не забыли. Вот. Так как у нас шла речь про фотографию времени, то мы начнем сначала с дневника успеха. Вот. Что такое дневник успеха? Это как раз касается фотографии своего времени. Проанализировав свой день, вы наверняка найдете в нем определенные 15-минутные блоки, да, которые вы сможете использовать эффективно для своего успеха. То есть вам нужно завести свой дневник успеха и писать в нем отчеты. То есть, например, отчет за каждый час, да, отчет каждые 15 минут, что вы делаете в это время. Вот. И как раз эти 15 минут вам нужно планировать для каких-то очень важных вещей, чтобы развивать свой бизнес. Вот. Например, 8-часовой сон – это целых 64 15-минутных блока. Ну, понятное дело, что мы не можем их использовать целиком, потому что отдыхать нам тоже нужно. Вот. Но как минимум, например, 15 минут перед сном и 15 минут утром, когда мы проснулись, мы вполне можем использовать для развития своего бизнеса. Что можно сделать за 15 минут в течение дня, да? Вот. Например, проверить почту. У нас отнимает совсем немного времени, да? Или ответить, например, на отклик на ваше предложение. Для того, чтобы, например, договориться о собеседовании, нам много времени не нужно. Мы кратко рассказали о нашем предложении и договорились о собеседовании. Вот. Что еще? Сменить, например, статус на своей страничке, на рабочей, либо выложить какой-то заранее подготовленный пост. Вот. Либо провести собеседование с кандидатом по телефону и скайпу. Кстати, это тоже отнимает, на самом деле, немного времени. Вот когда мы ведем переписки, это все очень долго происходит. А когда мы проведем собеседование голосом, то все получается очень быстро, кратко и понятно. Поэтому 15 минут нам этих хватит. Вот. И эти 15-минутные блоки, самое интересное, они будут незаметны для вашей семьи, для ваших дел, но за это время можно сделать очень много важных дел. А 8-15-минутных блоков – это целых 2 часа. И за эти 2 часа можно сделать 8 дел. То есть бывает, что мы сели, вот вроде бы на 2 часа поработать, да? Мы вроде бы сидели, работали и ничего толком не сделали. Но на самом деле, если правильно распределять свое время, мы за это время можем сделать целых 8 важных дел. Вот. Дальше наши фишки рассмотрим. Съешь лягушку. Ну, кто читает книги по бизнесу, наверняка примерно себе представляют, да, что это такое. Лягушка – это сложное дело, которое нам не хочется делать. Можно найти много легких и приятных каких-то дел и откладывать эту свою лягушку. Вот. И весь день ее можно так откладывать. И в итоге вы не даете себе быть эффективным. То есть наверняка, да, это многим знакомо. Знаешь, вроде что дело важное, нужное, но вот руки до него не доходят. Так что нам можно сделать с этой лягушкой? Есть 2 варианта. Либо лягушку нужно есть сразу. То есть сели и сделали. И все. Этой лягушки больше нет. Либо отложить на конкретное время. Например, откладываете на завтра на 10 часов утра. И при этом вы знаете, что на завтра у вас это дело запланировано. И сегодня вы эффективно, спокойно выполняете все следующие дела. Не отвлекаясь мысленно на то недоделанное дело, да. Дальше у нас идет пунктик. Ешь слона. Слон это какое-то очень большое дело. Которому вообще не знаешь, с какой стороны подойти. Или оно не на 15 минут, или оно очень-очень сложное. Здесь тоже такие. Таким образом вы тоже начинаете его откладывать на потом. Что делать в такой ситуации? Кто как думает? Точно. Разделить слона на бифштексы. То есть мы делим этого слона на части, на кусочки. И приступаем с самой легкой части. И дальше его по кусочкам так и кушаем. Вот. Так выполнить дело вам будет намного легче. То есть вы будете выполнять его по кусочкам. И следующие дела у вас уже будут делаться все легче и легче. Потому что вы будете видеть, что это ваше большое сложное дело подходит к концу. И у вас уже будет совершенно другое настроение. Как это сделать? Думаем о том, сколько энергии отнимает у вас это завершение дела. Согласитесь, да? Когда есть у вас какое-то дело, оно не делается. Вы все равно переживаете. Все равно о нем помните все время. Вот. И это висит у вас таким неким грузом, отнимает энергию. Второе. Мы представляем, что мы получим в результате. Когда мы выполним это дело, да? Включая заряд позитива от завершенного дела. Третье. Мы не думаем о том, насколько это дело большое. Потому что реальные размеры мы все равно не знаем. Мы узнаем их только, когда приступим к этому делу. Четвертое. Делим дело на выполнимые части, которые можно... На задачи, которые можно решить за один присед. Вот. Пятое. Начинаем выполнять его с наиболее приятных кусочков. Шестое. К выполнению приступаем немедленно. И седьмое. Помним, что чем мы ближе к финишу, тем вкуснее кусочки. Дальше у нас есть такой пункт, ешь апельсин. Что он означает, почему апельсин? Есть тоже такая история. Мужчина приходит к психологу и говорит, меня все бесит. Все раздражает. Я так больше не могу. Психолог спрашивает, чем вы занимаетесь, где работаете? А мужчина говорит, я перебираю апельсины. Психолог его спрашивает, каким образом вы это делаете? Мужчина говорит, передо мной стоит желобок. По нему скатываются апельсины. Я должен их сортировать. Большие, средние и маленькие. Психолог спрашивает, и что же вас раздражает в такой спокойной работе? Доктор, как же что? Я постоянно должен принимать решения. И наше дело иногда не двигается, потому что мы не можем принять решение. Что делать в этом случае? Когда человек чего-то не знает, согласитесь, ему бывает сложно принять решение. Как, например, с нашими кандидатами. Они не знают, с чем они тут могут связаться. И поэтому, не получив полную информацию, они точно так же затрудняются с решением. Так вот, принятие решения называется фьеш-эпельсин. Каким же образом действовать? А также по шагам. Установить крайний срок принятия решения вашего. Например, до конца недели, до вечера пятницы я должен это решение принять. Для несложных и несерьезных дел вам помогут монетка, кубик и так далее. Тут все элементарно, если вы затрудняетесь решением. Метод количественной оценки. То есть, важно расставить приоритеты. Например, выбирая собаку в семью, да? Как мы делаем выбор? Мы выбираем, для каких целей она нужна. Какого размера, какой породы, какого цвета. И уже таким образом наше решение будет принято по определенным параметрам. Еще есть такой способ для принятия решения. Это делегирование принятия решения. Например, пусть его примет муж. Или ваш друг, коллега и так далее. Если вы с ним затрудняетесь. Дальше. Есть такая фишка, как эффект присутствия. Кто же экономит время наше и в то же время дела наши делаются. Допустим, у вас есть свой час времени, который вы стабильно находитесь в своем, например, рабочем чате. Вы общаетесь со своими коллегами. Даете им какое-то обучение и так далее. Рекрутируете. Про собаку, да, я согласна. Но это один из способов принятия решения. Так вот. Есть у вас чат, да, где вы бываете, например, час времени, общаетесь с коллегами и так далее. Но вы не можете там находиться постоянно с утра до вечера, потому что у вас есть семья. Вы должны заниматься детьми, мужем и так далее. Ну, есть еще какие-то дела, да. И вообще, в конце концов, у нас есть цель минимизировать свое рабочее время до 4-х часового дня. Этим, собственно, это тоже привлекательный наш бизнес. Вот. Есть выход. Распишите свое время там, где вы общаетесь со своими людьми, таким образом, чтобы они не чувствовали вашего отсутствия. Как это делается? То есть, например, едете вы утром на работу, в маршрутке, да, например, у вас есть как раз свободное время, 15-30 минут, да, вы в это время можете пообщаться в скайпе. Или, например, ответить на вопросы, которые за ночь накопились в чате. Даете команде какую-то мотивацию и так далее. Вот. Потом вы приезжаете на работу, работаете, и когда у вас возникает какой-то маленький перерывчик на чай, вы снова можете взять телефон, посмотреть, там, оценить ситуацию, да, может быть, кому-то нужно ответить, кому-то позвонить и так далее. А потом, во время перерыва на обед, вы точно так же берете телефон, смотрите, что новенького у вас там появилось в чате, возможно, кому-то нужна ваша помощь. И таким образом, каждые полтора-два часа вы отвечаете своим людям. И у них создается впечатление вашего присутствия, они ощущают, что все вопросы, которые они задают, вы достаточно быстро на них отвечаете. Они не ощущают себя покинутыми, да, спонсор всегда с ними на связи. Вот. Такой же способ можно, кстати, использовать в отношении детей. То есть, например, забрали вы ребенка из садика из школы, привели домой, естественно, вам нужно уделить ему время, покормить, пообщаться, узнать, как дела, да, что интересного случилось за день. Вот. Дальше ребенок идет делать уроки или играть, а вы периодически находитесь с ним на связи, спрашиваете, что ты читаешь, чем занимаешься, во что играешь, да, может быть, с уроками нужно помочь. Вот. То есть, вы в это время также можете своими делами заниматься, но и у тебя присутствие у ребенка есть, мама рядом. Вот. Еще есть у нас один такой пункт интересный, ничего не делай, если не хочется браться за дело. Вот. О чем тут речь? Про крастинация, кстати, это когда нужно делать какое-то важное дело, а вы делаете что-то совсем другое, чтобы это важное дело не делать. Цветы поливаете, посуду моете и другие не очень важные дела, да, которыми вы прикрываетесь, лишь бы не делать это дело. Вот. Что делать в этом случае? Если вам не хочется ваше большое дело делать, да, то просто садитесь и ничего не делайте. Не нужно смотреть телевизор, смотреть вебинары, не нужно идти мыть посуду, пылесосить там, ложиться спать. Просто сядьте и попробуйте 15 минут просто так посидеть. Через некоторое время неделания вы поймете, что лучше уж вам заняться этим делом, которое вы не хотите делать, чем просто сидеть и ничего не делать. Чашки, кстати, помыть вам может помочь и ребенок. И цветы польет ваш младший ребенок. Вот. То есть, вот это такой вот способ тоже браться за не очень интересное, да, дело. Вот. Такую вот схему наверняка каждый из вас видел, знаком, да, это матрица Эйзенхауэра. Вот. То есть, схемка такая разделена на квадратики. Срочно важно, да. Важно не срочно, срочно не важно и не срочно и не важно. Так вот, вот эти стрелочки, они образуют вермутский треугольник, в котором мы с вами теряем свое время. Потому что очень часто, начав дела, мы с вами хватаемся за те дела, которые важные, но уже ставшие срочными, да. Или, как, например, вот где циферка 3, это какие-то совещания и так далее, которые особо не приносят нам результата. То есть, не важные, но тем не менее срочные. Вот. А потом начинаем дела не срочные и не важные. И в итоге мы теряем то, что самое важное в нашей жизни. Не забывайте, что дети наши растут и через какое-то время будет уже неактуально вести их в престижный садик. Или будет уже неактуально покупать им ролики велосипед, потому что они выросли и им уже это неинтересно. Потому что все нужно делать своевременно. И вот квадратик номер 2, это как раз те самые дела, которые не срочные, но тем не менее очень важные. И наша работа, поиск и обучение партнеров, это как раз такие дела, которые не будут требовать вашего срочного внимания, да. Ну, кто вас не будет пинать, заставлять. Вот. Но тем не менее важно понять, что эти дела, они очень важны в нашей жизни и в жизни наших детей. И когда вы тратите время на какие-то мелкие, не очень важные дела, подумайте о том, что, может быть, их можно делегировать. И в этот момент подумайте снова о своем ребенке. Когда этот момент придет и когда вы найдете время, чтобы зарабатывать деньги, да, на сколько уже, сколько уже будет упущено на этот момент. Вот есть еще такая удобная фишечка, как записывать важные дела. Освободите свой мозг для того, чтобы строить свой бизнес. Не захламляйте его списками. Записывайте все ваши дела на бумаге или в компьютер, в телефон, в конце концов, да, есть памятки. Не держите все в голове, но это на самом деле нереально держать такой объем информации. Не забивайте свою оперативную память для того, чтобы помнить о том кандидате, да, который вам вот писал на прошлой неделе, с которым бы надо поработать. Или о текущем вебинаре, да, чтобы можно было более важные дела делать. Пусть у вас на столе лежит ручка и стикер или блокнотик, да, в который вы будете все записывать. Очень удобно, на самом деле, пользоваться стикерами над столом, да, над рабочим их приклеивать. Вы тогда не забудете о своих делах. Вот, дела для других. Вот второй пунктик, да, записывайте дела для других на бумагу или отправьте сообщение. О чем тут речь? Например, можно много раз говорить мужу, что нужно починить кран, там, или еще что-то, да. Но так как он тоже человек довольно занятый, то он наверняка может просто забывать о необходимости это сделать. А если это будет дело записано на стикер и прикреплено куда-то на холодильник, да, то он будет постоянно на виду, он будет на эту бумажечку натыкаться и не забудет, что это нужно сделать. Это тоже касается и детей. Можно утром перед работой дать им кучу заданий, да, что нужно сделать по дому, чем вам помочь. Но они наверняка половину из них забудут. Поэтому можно точно так же записывать все необходимые дела на листочек и крепить на видном месте. Тогда они уже не смогут вечером управдать свое бездельничество тем, что забыли, о чем вы их там просили утром. Записывайте важные даты, такие как дни рождения друзей и коллег, вот, потому что это тоже очень важно, и держать в голове такое количество информации невозможно. Или, например, такой момент, как вот, когда у нас наступит, да, срок технического обслуживания на автомобиле. У нас в телефоне есть очень удобные вещи, как памятки для таких случаев, пользуйтесь ими. Это освободит ваш мозг. Вот, есть еще вот такие правила, тоже очень важные. Правила двух минут. Дела, которые укладываются в рамки двух минут, выполняйте сразу. Не откладывайте их на потом. Организация выполнения такого дела занимает гораздо больше времени, чем его выполнение. Потому что все можно делать сразу, делайте, ну, мелочи какие-то, да, например, вы находитесь там в сообщениях, кто там что-то написал, и вы можете, ну, решить, что, да ладно, я там потом ему отвечу. Но потом это, опять же, дополнительно нужно будет выходить, вспоминать, кто там что-то тебе написал. Если есть возможность, то лучше делать сразу. Правила одного года. Это правило знакомо всем. Если вы не пользуетесь чем-либо в течение года, выкиньте это. Хочу сказать, что это касается не только наших вещей, да, порой наши гардеробные являются складом каких-то вещей, которые жалко выбросить. Вот, но это правило также касается наших компьютеров, телефонов, которые являются складом уже ненужной информации. Не забывайте их чистить, наводить в них порядок. Разложите в компьютере все по папочкам, по датам. Что не нужно, безжалостно удаляйте. Например, бывает у нас хранится куча всяких разных картинок, да, для постов и прочее. Это все можно будет при необходимости снова взять в интернете. А когда у вас в компьютере порядок, это, само собой, тоже организует и экономит ваше время. Следующий пункт. Планируйте с запасом. Тоже очень важное правило. Оставлять буферное время. Что такое буферное время? То есть, например, запланировали вы время на общение с кандидатом, да, собеседование. Планируйте, например, вы планируете разговор ваш там, ну, сколько, минут на 7, да? Так вот, у вашего кандидата могут появиться какие-то дополнительные вопросы. Либо это какой-то вот, не знаю, интересный кандидат, с которым вы думаете, что вы долго проговорите. Поэтому планируйте для него дополнительное время. Вот, еще есть такое правило распределенного времени. Они тоже, вот, кстати, очень удобно, очень часто им пользуются. Например, можно совмещать дорогу с прослушиванием аудиокниги, да? Или уборку дома с прослушиванием вебинара. Вот, например, вечером там у нас два вебинара подряд идет, да? За это время вполне можно там успеть за собой поухаживать, маникюры сделать. Не знаю, какие-то там, не знаю, игрушки ребенка прибрать перед сном. Слушая вебинар, вполне можно тоже это все сделать. Поэтому экономьте свое время так. Но, например, проводя собеседование по скайпу, да, вы, естественно, должны быть сконцентрированы на беседе. Потому что это важное дело. Вот, еще такой момент. Не забывайте уделять время своим любимым. Девушки наши, дорогие парни. Конечно, у нас очень много важных дел по развитию нашего бизнеса, да? Но не забывайте уделять время своим любимым. Ведь вы хотите видеть в них соратников, правильно? А кому понравится, если его жена или муж со временем в компьютере или в телефоне, и не обращают на них внимания. Поэтому обязательно встречайте их с работой, интересуйтесь их делами. Обязательно посвящайте хотя бы один вечер на неделе только для нее. Ходите в кино, погулять, проводите вместе выходные. И чем чаще и настойчивее вы будете это делать, тем быстрее ваши близкие скажут вам, идите уже за свой компьютер и занимайся своими делами. Вот, поэтому заканчиваю я свой вебинар. Рекомендую вам начать планировать прямо сегодня. Составьте себе план действий на завтрашний день. А завтра вы можете составить план действий уже на неделю, на каталог. Обозначьте свои цели и стремитесь к ним. Это действительно очень здорово помогает, когда вы знаете, к чему вы идете, к какой цели, да, и по какому плану вы это делаете. Это реально помогает. Спасибо большое всем, кто пришел на вебинар. Надеюсь, информация сегодняшняя будет для вас полезной и поможет вам изменить свой стиль жизни. Удачи всем! Субтитры сделал DimaTorzok